Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Тикмил и сами я Артур Изятулин. На этой неделе доллар американский у нас начал движение вверх, произошла у нас вот такая вот интересная коррекция в сторону 91 пункта, мы говорим с вами об индексе доллара. На мой взгляд перспективы для разворота ограничены, поэтому так как у нас американский доллар вышел за пределы нисходящего канала, в который он долгое время пребывал, сейчас базовым сценарием у нас становится вариант, где американский доллар, точнее индекс по нему входит в консолидацию и двигается около уровня, болтается около уровня в 90 пунктов. На этой неделе у нас ждут ряд интересных событий, которые способны притормозить ослабление доллара, среди них это слушание по утверждению Джанет Йеллен, бывшей глава ФРС, на пост главы казначейства США, она придет на смену Стивену Мнучину. На этой неделе у нас также состоится заседание ЕЦБ и Банка Японии и саммит ЕС. Процесс, связанный с импичментом Трампа в Конгрессе, гражданские беспорядки в США, развитие, конечно же, их может принять неожиданный какой-то вектор, который рынки не учитывают. Все-таки пока это остается, они остаются пока латентными такими рисками, очень скрытыми, которые очень трудно предположить, как они будут развиваться, поэтому рынки их склонны дисконтировать. Есть у нас риски фрагментации ЕС, пока еще небольшие, из-за политического кризиса в Италии. Это кризис, который уходит и приходит уже в прошлом десятилетии, несколько раз так было, когда что-то там возникало, они хотели отделиться от ЕС, и это провоцировало беспокойство на рынке, особенно на рынке облигаций, в итальянских облигациях. Прежде всего, у нас выходили при этом инвесторы из итальянских облигаций, вот можно посмотреть, что у нас происходит, давайте посмотрим с доходностью итальянских облигаций. Видно, в принципе, что они у нас вот здесь подскочили, они у нас выросли, мы видим, что вот такое вот движение произошло, доходность выросла, значит, инвесторы вышли из итальянских облигаций. И поэтому, да, если мы связываем с какими-то конкретными рыночными последствиями, вот этот итальянский кризис, это вмешательство, интервенция ЕЦБ, чтобы сдержать рост заимствований на рынке, на рынке итальянских облигаций, возможно, как-то может увеличить покупки на рынке облигаций, что может оказать давление по евро. В течение 48 следующих часов будет очень много интересной информации по итальянскому кризису, они покажут нам, в каком направлении будет развиваться итальянский кризис. Как я уже сказал, все внимание на том, будет ли как-то ЕЦБ пытаться сдержать вот это движение, да, в доходности итальянских облигаций, на мой взгляд, такой риск есть, но пока что он еще небольшой. В течение вот двух следующих дней у нас будет в итальянском парламенте вот там доверие правительства, вот такие еще какие-то там события, да, за ними, за этим заголовком очень внимательно нужно следить, потому что евро будет к ним чувствителен. Что еще? Данные по китайской экономике у нас вышли сегодня, давайте посмотрим, что там произошло. ВВП за четвертый получается квартал, 6,5% рост в годовом выражении превысил прогнозы, объемы промышленного производства очень хорошо ускорились. И что интересно, что нужно заметить, здесь это в календаре не показано, давайте посмотрим в другом календаре, это розничные продажи в китайской экономике, вот, значение 4,6%, рост в годовом выражении прогноз 5,5%. Возможно, вы заметили, если вы следили за фундаментальными данными по другим развитым экономикам, у нас хорошо, хорошими темпами идет рост производства и слабыми темпами развиваются у нас розничные продажи. Потребление слабое, но хороший импульс есть в производстве, это во многих странах, в развитых и в развивающихся экономиках сейчас такая ситуация наблюдается. И это нам говорит о том, что у нас есть какое-то синхронное восстановление в производстве и некоторая слабость в потребительских расходах. Потребительские расходы у нас колеблются больше, чем объемы производства, в том плане, что если у нас появился импульс в производстве, его очень трудно сломить, потому что наращивая производство, производитель ориентируется на какие-то будущие заказы, да, они просчитывают наперед. Потребитель у нас реагирует вот на краткосрочные какие-то изменения в доходах и так далее, поэтому это больше возникает колебаний в потребительских расходах и на них нужно меньше сейчас обращать внимание в оценке того, как у нас будет дальше происходить восстановление. Основной импульс у нас идет в производстве, хорошие у нас были инвестиции, получается, раз объемы производства у нас такими темпами растут, если у нас есть импульс хорош в производстве, будут выплачиваться хорошие зарплаты, постепенно доходы выровняются и потребление будет постепенно поспевать за динамикой в производстве. Поэтому вот эта вот картина, вот этот вот паттерн, да, который мы наблюдаем, слабые потребительские расходы и хороший рост производства, нам больше говорят о том, что восстановление экономики, вот эта глобальная рефляция, о которой сейчас все говорят, оно будет устойчивым. Вот это нужно иметь в виду. Касательно европейской валюты хотел пару моментов прояснить. У нас, мы видим, что сорвался бычий момент, который у нас был по евро-доллару, сейчас активно у нас снижается европейская валюта по отношению к доллару. Для этого у нас есть несколько факторов. Во-первых, общая консолидация долг, он сейчас укрепляется против всех основных валют, против валют развивающихся рынков. У нас общая консолидация по американской валюте наступает после длительного снижения, но евро, естественно, не остается в стороне. Второй момент – это медленные темпы вакцинации в ЕС, которые не оправдывают ожидания рынков. Третье – вот он доверие в итальянском парламенте, политический кризис в Италии. Это у нас третий момент. Вот в совокупности вот эти три фактора, три вот эти тенденции, за которыми сейчас рынок следит, они сорвали бычий моментум и ведут у нас евро-доллар к уровню 1.20. Давайте посмотрим, куда он вообще может доллар дойти. Значит, у нас движение, тренд по евро-доллару бычий у нас очень долго продолжается, но вот эта коррекция, как мы видим, она у нас идет к уровню 1.20 вот здесь. На мой взгляд, когда произойдет у нас тест уровня 1.20, затем уже можно будет рассчитывать на какой-то разворот. Я считаю, что на этом уровне будет у нас на уровне 1.20, 1.18 у нас будет завершена вот эта коррекция, которая у нас началась с нового года получается. И мы можем дальше рассматривать какие-то бычьи цели по евро-доллару. Эта коррекция должна была у нас случиться, потому что очень сильно евро рос у нас по техническим, в том числе индикатор по моментам, была здесь перекупленность. Вот, собственно, и происходит эта коррекция, которая выполняет роль некоторой перезагрузки в евро-долларе, чтобы можно было дальше рассматривать какие-то цели повыше. Почему можно говорить о продолжении, о возобновлении бычьего тренда по евро-доллару? Это сейчас фундаментальная слабость доллара, которая продиктована фискальными планами американского правительства. У нас будет еще один стимул, очень крупный стимул со стороны правительства, почти на 2 триллиона долларов. Сейчас такая информация есть. Это новые заимствования со стороны правительства США. Увеличение баланса ФРС, естественно, потому что они будут вынуждены поддержать правительство в их планах, будут вынуждены скупать облигации. Это рост нового денежного предложения, рост инфляционных ожиданий. Вот эти все в совокупности факторы, которые проистекают из-за фискальной экспансии правительства США, они являются базовым таким фактором для ослабления доллара против многих основных валют, против валют развивающихся рынков. У нас никто из других правительств сейчас, из центральных банков, если мы не говорим о США, так и других развитых экономиках. У них таких планов сейчас нет. Только у нас по США грандиозные планы восстановления, ремонта экономики, планы по заимствованию, которые для доллара несут неприятные, тяжкие последствия. Поэтому я предпочитаю сосредотачиваться именно на этих факторах, которые имеют некоторое фундаментальное значение для национальной валюты. Они рассматривают, цеплятся за какие-то короткосрочные вещи, слишком концентрируются на тех анализе. Мы сейчас говорим конкретно о важном фундаментальном факторе. Это фискальная экспансия, рост денежного предложения в США. И доллар, естественно, будет получать удар, будет нести бремя, собственно, вот этой экспансионистской фискальной политики в США. Вот это нужно иметь в виду. Поэтому, говоря о евро-долларе, на мой взгляд, уровень 1.20, вот здесь мы можем рассматривать в этой зоне какие-то покупки по евро-доллару, рассматривая цели выше, долгосрочные цели, уровень 1.25 и даже выше, то есть рассчитывая что-то на весь год. На мой взгляд, это будет очень хорошим уровнем для таких средних и долгосрочных покупок по евро-доллару, потому что у нас есть вот для этого сейчас все предпосылки, четкий сигнал у нас есть к ослаблению доллара, и мы поэтому, ну, конечно же, будем им пользоваться. Что касается завтрашнего заседания по завтрашнего заседания ЕЦБ, который у нас пройдет в четверг, никаких изменений в политике не ожидается, но очень важно заметить, что у нас есть такой момент, как торговый, так называемый торговый курс евро. Это средневзвешенный курс европейской валюты по отношению к валютам стран торговых партнеров, да, и что мы можем видеть? Если мы посмотрим на динамику средневзвешенного курса евро, то он сейчас находится практически на историческом максимуме. Мы видим вот эту динамику евро, которая тянется с 1990-х годов, и сейчас значение средневзвешенного курса торгового евро практически находится на максимуме. Естественно, сильный евро негативно влияет на выручки экспортеров ЕС, но не только ЕС, как бы любая сильная валюта вредит экспортному сектору страны, и поэтому в задачах правительства, в задачах центрального банка входит попытки как-то конкурентно, незаметно девальвировать национальную валюту для того, чтобы получил экспорт преимущество, это стимулирует внутреннее производство, так как это увеличивает выручку экспортеров. ЕСБ, естественно, не может оставить без внимания вот такую динамику. За прошедший год вот это резкое укрепление евро, оно привело к тому, что сейчас экспортеры проигрывают, ну экспортеры ЕС, они вот проигрывают из-за сильного евро в торговле с другими странами. Это вредит экспорту. На прошлом свидании у нас Кристина Вагарта ограничивалась комментарием, что ЕСБ очень внимательно следит за динамикой курса. На мой взгляд, завтра может, завтра в четверг может последовать словесный интервент со стороны ЕСБ, но эффект по евро будет недолгим. Это, кстати, вот еще один аргумент в пользу того, что евро может чуть-чуть еще, получается, укрепиться, да, по отношению к доллару, и мы должны это учитывать, точнее не укрепиться, а ослабить, да, из-за комментариев, из-за словесной интервенции ЕСБ, оно еще должно дополнительно немножко ослабнуть против американского доллара. Это вот ложится вот в копилку вот этих аргументов в пользу того, что у нас может дополнительно евро-доллар скорректироваться в пользу уровня 1.20, да. Если у нас ЕСБ вот выступит со словесными интервенциями, если Кристина Вагарта заговорит, что мы недовольны тем, как укрепилась европейская валюта, поэтому евро может дополнительно еще скорректироваться по отношению к американскому доллару, и вот уровень 1.20 является хорошей отметкой для этого. Но, но, если мы говорим о каких-то долгосрочных, среднесрочных последствиях словесных интервенций, они обычно, ну, такого обычно не происходит, все это в краткосроке у нас переваривается рынком, и затем какие-то макро-темы у нас вновь вступают в игру, и уже к валютной курсе подчиняются этим макро-темам. Что касается еще инфляции, да, ЕСБ у нас обращает внимание на инфляцию, на то, как она развивается, формирует свою политику, исходя из динамики инфляции. Вот за этот период между прошедшим свиданием и настоящим моментом у нас поступили такие новости по европейской экономике, как продление локдаунов, опять это удары по потребительским расходам, опять это удары, естественно, по инфляции, и поэтому, ну, есть все-таки какой-то риск, что ЕСБ может выступить, неожиданно выступить с какими-то медвежьими комментариями для евро. Но, но, нужно говорить о прогнозе об инфляции, по инфляции на весь 2021 год и дальше. Он у нас остается сейчас положительным, так как ЕСБ у нас рассчитывает на первоначальный такой момент, после отмены локдаунов, именно моментом инфляции, и поэтому он не будет, как бы, сильно какие-то решительные меры по монетарному смягчению принимать. У нас есть ослабление инфляции такое слабое, но, если мы говорим о прогнозе инфляции на целый год, на 2021 год у нас прогноз положительный, все там будет хорошо. Поэтому, в целом, в целом, я бы касательно заседания ЕСБ концентрировался только на словесных интервенциях по поводу сильного евро, по поводу чрезмерного укрепления евро, которые эти словесные интервенции быстро очень рынок переварят. На мой взгляд, будет реакция до уровня 1.20-1.17, и затем там уже будет очень хорошая обратная реакция, будет у нас реализовываться разворот в евро-долларе с целями, которые идут выше, чем даже вот этот вот максимум в 1.23.50. Вот такая вот ситуация обстоит на рынках. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или дизлайк, отреагировать на это видео, так как это позволит мне понять, как мне нужно менять контент, что мне нужно улучшать. Вот. На этом я заканчиваю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит.